Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Ольга Баторина, и я очень много лет занимаюсь изучением искусства. А из всего искусства любимый мой вид — это живопись. А в живописи самый известный, самый главный художник — это Леонардо да Винчи. И главная его картина «Моно Лиза дель Джокондо» совершенно не случайно занимает такое место, потому что Джокондо — это не совсем портрет. Это картина, которая начинается как портрет, но на самом деле это рассказ во всем нашем мире, о вселенной, о человеке в нем. И это картина мира эпохи Ренессанса — самая, может быть, удивительная эпоха, где человек находился в гармонии с собой и с природой. Но самое удивительное в Джокондо — это ее улыбка неуловимая, вечно изменчивая, абсолютно неповторимая. Если мы с вами посмотрим на копии Джокондо, многочисленные, то в каждой своей копии Моно Лиза будет абсолютно однозначной. То есть она будет грустной, или скучной, или строгой, или радостной. И это всегда будет отражение вашего настроения. И только у Леонардо да Винчи настоящая Джокондо все время меняется, как наша жизнь. Бывает искусство простое и понятное — там, где отражается красота природы или предметов, и мы откликаемся на эту радость узнавания. А бывает искусство непонятное — где нет сюжета, где нет фигур, где нет истории, а мы к ней привыкли. И особенно любят такую абстрактную живопись художники 20 века. Живопись вообще все время меняется, потому что на самом деле живопись меняется тогда, когда меняется мир. Художники — это такие инструменты в руках Бога. Художники — это такие локаторы, которые воспринимают идеи своего века, своего времени и выдают их в образах. Чем талантливее художник, тем ярче будут эти образы. И еще есть одно свойство такой удивительного живописи — живопись никогда не бывает неактуальной. Ну то есть даже искусство, созданное 2000 лет назад, все равно рассказывает нам про самих себя. И интересно нам, потому что мы в живописи древнегреческой или античной, римской, или в эпохе Ренессанса, или в живописи барокко все равно узнаем себя. И искусство, в общем-то, это и есть способ познать себя, узнать себя, обнаружить себя, неважно в каком веке. В искусстве есть два главных вопроса — что сказать и как сказать. Что сказать — это сюжет, та история, которую нам рассказывает художник. А вот как сказать — это его метод, это его изобразительный язык. Но самый главный вопрос в живописи — это на самом деле вопрос философский. Кто мы, откуда мы, куда мы идем? Потому что художники каждый раз изображают нам невидимый мир, который привычный, профанный, банальный, а тот мир, который скрыт от нас — мир смыслов. Потому что главная работа художника — это духовная работа, и он открывает нам смыслы. Но иногда искусство бывает таким непонятным, что ты не знаешь, как его раскрывать, как его постичь. И для себя я выработала такой алгоритм, и вам его тоже советую. Если вы видите искусство абстрактное, нефигуративное и непонятное, то задайте себе мысленно три вопроса — что я вижу, что я чувствую, что я думаю. Если вы ответите хотя бы по одному слову на каждый из этих вопросов, то, я вас уверяю, смысл искусства, на который вы смотрите, станет вам ближе. И еще о прекрасном. The Frame — интерьерный телевизор современного человека. В выключенном режиме его экран воспроизводит шедевры искусства, а во включенном — шедевры мирового кинематографа в очень высоком разрешении. На The Frame доступны избранные шедевры из всемирно известных музеев. Выберите категорию, и магазин искусства ArtStore предложит вам подборку выдающихся произведений искусства. Откройте для себя коллекцию шедевров ArtStore, оформите подписку на экспозиции лучших музеев мира. Узнайте больше о том, как The Frame меняет представление об искусстве и помогает преображать пространство вашей жизни.